С миром, Татьяна? Сходи ближе. С миром. Ну, как там, Ваня? Да всё хорошо. Ну вот, я хотел переговорить с вами-то. Вы как-то послушали бы это, потому что всё временное. Он не хочет там то-другое. Ну, разъясни ему. Там-то, где в школе-то он ходит, и с кем общается-то, это не друзья ему. А здесь-то все свои люди, и мать на работе, которая вам работа подходит. Вы будете сыты, и у вас всё будет здесь. И в церкви мы встречаться будем каждую неделю. А там-то ничего нету. Это сегодня он так думает, что, ну, я не поеду, тут друзья, товарищи. Ничего-то нет, это дым. В которых ты думаешь, что, ну, место привыкает. На одном месте не будешь где-то. То в армию призовут, то где-то. Тебя зовут в какую-то другую сторону. А к своим. Я послушал это дело-то. Всё он. Убежал. Ушёл на кухню, Игнать Тихонович. Я сяду лучше вот так вот. Тут как бы солнышко не падает, и я вас хорошо вижу, Игнать Тихонович. Рада вас видеть, рада вас слышать каждое утро. Слава Богу. Я вот ему хотел сказать, Ваня, чтобы он не препятствовал вам приехать-то. Потому что здесь всё обдумано, свои люди, на работе все свои. А то, говорит, она по шталюмам, сегодня почта. Да в любом дворе тебя зажмут, и не выйдешь. И деньги отбирает, и... Да мало ли. Сейчас он пишет, все лагеря, как отравленные. Сколько уже детей там? Десятками, десятками. А тут всё свои. Главное-то свои. Вот мы, отец Геннадий Фаст, они были, когда там, немцы ссылали их, там, где-то они в Казахстане были. А когда это сняли, запрет-то, они стали искать, куда поехать. Где верующая церковь? Где? И дети верующие выросли. А так-то какое влияние на него этот мир окажет? Это сегодня ещё, ну, день-два. Ну, люди-то вот себе в Бога не верят, они же ни жизни, ничего не ценят. Потому что он только сегодня, да друг перед другом ещё выкобениваются. А тут свои люди, что какое разрешение дело, всё рядом. Тем более работа, сельское хозяйство, это на первом месте стоит, потому что все едят. И на работе-то свои люди. И не у кого-то... Да. Я вот слышал это дело, и мне стало просто больно. Да ну, как же так это? Всё обдумали, обговорили. А что он убежал-то, не нравится ему, или что? Ваня, подойди, пожалуйста. Я тоже, Игнать Тихонович, только вот за это вот, за всё. То есть всё, что ближе к христианству. Конечно. Знаете почему? Я хочу, чтобы он не наделал тех ошибок, то есть тех глупостей, которые наделала я, и мой сын предыдущий, средний, то есть. Я про это и хотел сказать. Опыта-то никакого нету. И какой опыт? Ребёнок. И когда переезжали родители, дети никогда не было, что, а я не поеду, это уже безумие полное. Ну, мать-то твоём стоит, и ты остался один, с кем ты будешь там? Ты уже приговорённый в этом мире. Ты за мать держись теперь, тем более она не одна, она вошла в церковь, и ты-то крещённый. Мы же тут будем видеться каждую неделю. Любой вопрос разрешается. Летом сюда приедешь рядом, тут рядом совсем. И там-то мы в городе-то приезжать будете, и город увидите. Город очень красивый, один из самых красивых городов в стране. Рядом река Обь. Здесь будем рыбачить. Представь себе, для ребёнка это открыто. Вы здесь свой огородик будете иметь. Весной-то, можно договориться от тебя, Володя-то сажает, и вы себя отдельно. Тут у тебя, может быть, и помидоры, и всякие овощи, всё у нас есть. Всё. А ты там один. Ты никому не нужен. А тут тебя ценят. Ты с Богом. Тем более своя родня. Я не могу ничего сказать. Для меня было это огорчительно и больно. Я знаю, что за это придётся каяться очень сильно. Ну, ребятишки-то они какие-то. А там самое мстительное поколение. Тебя спрашивать никто не будет. Там, что попало, буду делать. Если девчонка, мальчишка, им разницы нету. Я вот послушал, меня следователь рассказывал. Это невероятно. Это даже говорить боязно. А тут ты среди своих, что не так? Мы можем в школу сходить, переговорить. Да и заниматься есть. Надежда Васильевна, какие уроки, что непонятно, я буду объяснять тут. Мы же будем встречаться. Ну, что я могу сказать-то? Выгода мне-то... Маленький, знаете, что... Всё-таки, наверное, даст Бог... Хочу попросить брата, чтобы он с ним проговорил ещё вот вечером. Ну, да. Брат-то должен видеть это. Да и как говорить-то? Да вы прям позвоните. У вас есть там. Зайдёте, сразу его увидите. Теперь вы вошли уже. Я скажу, и он может даже выйти на вас. Переговорите. Вот сейчас у нас готовится, ну, престольный праздник. В городе у нас 27-го, там, ну, возвижение креста, крестовозвиженская церковь. И мы когда собираемся, где праздники справляем, мы как одна семья живём. А там-то ты кто? А даже говорить, сравнивать не с чем. Да, мы разговаривали даже, с Еленой Владычок разговаривала я. Я говорю, ну, как-то вот, не знаю. Вроде и спросил про школу, там, что и как. Объяснила. На следующее утро просыпается? Нет, и всё. Ну, видишь, это, ребёнок это. Там товарищ, товарищ или что-то такое там держит. Дальше-то не знает, что. А так, по разуму-то, даже цепляться там не за что. У вас ничего там нету. А тут перед тобой какой простор открывается. Главное, что где работать, свои люди. У тебя всё будет здесь. И легко пост соблюдать. Тем более люди хорошие. Я-то знаю их. Ну, уже, ну, и вы видите, какая там Елена. Так, Андрей хозяин. Я таких родных и таких более отзывчивых людей, таких вот добродушных, я нигде не встречала раньше. Ну, так давай его как-то. Вы хотите с ним, чтобы кто, Володя, поговорил? Да, да. Я прям сейчас пойду. Никуда только не выходите. Я не буду откладывать. Прям сейчас встану и пойду, поняла? Я ему звонила. Я ему звонила. Он, наверное, где-то там в дороге идёт. Ну, чтобы он был рядом. Он сейчас, Володя, придёт. Я тебе брякну. Тем более теперь уже есть. Всё, отхожу, чтобы время не тратить. Мы молимся об этом. Отошёл. Я тоже. Отошёл, пошёл уже за Володей. Я-то через дорогу от него живу. Отошёл, пошёл уже за Володей.